Всем привет! С вами на канале Заметки Немезумнатов снова я, Сергей Романов. Поговорим о чешуе. Когда я показываю друзьям далеким от коллекционирования монеты, большая и красивая имперская медь или рубли 18 века, вызывают у них одобрение. Они им нравятся, люди спрашивают, что это, кто изображен, какой год. Но когда я демонстрирую коллекцию царской чешуи, то часто наталкиваюсь на недоумение, на безразличие, непонимание, где сказать, ну что это за мелочуга вообще, ну покажи лучше рубли. И приходится доставать монеты из холдеров, показывать, объяснять. В общем, проблема с коллекционированием чешуи в том, что людям со стороны она кажется безликой. Там нет красивых портретов, таких как, например, на европейских талерах того же периода или каких-нибудь дат и связанных с ними событий в голове у людей. Но на самом деле на чешуе есть и красивые портреты и даты. Просто эта эстетика, она не видна невооруженному глазу. Поэтому давайте сейчас поговорим про портретные монеты русских царей. И начнем с Василия Темного. Это первый русский правитель, у которого достоверно имеется портретная монета. И подтверждение этого мы находим в книге Соболевой «Русские печати». Ни для кого не секрет, что изображения на портретах, на монетах и на печатях были одинаковыми. И вот между 128 и 129 страницей мы находим портретную печать Василия Темного. Полагаю, ее можно считать одной из первых портретных монет русских князей. Как минимум такой, у которой есть художественное сходство между монетой и человеком, который на ней изображен. К сожалению, история не сохранила прижизненных портретов Василия Васильевича, поэтому мы не можем судить, насколько это изображение верно на самом деле. Однако нельзя не упомянуть в этой связи портретную монету Дмитрия Константиновича Ногтя, князя Суздальска-Нижегородского, который тоже изображен на огромной плюхе. Однако там совершенно схематичное изображение человеческой головы и ни о каком художественном сходстве речи не идет вовсе. А теперь давайте перепрыгнем сразу на много лет вперед к портретной копейке Бориса Годунова. Это, пожалуй, самая известная портретная копейка в царском периоде. И одна из немногих, у которой четко известна дата происхождения, 1600 год. На лицевой стороне она несет три загадочные буквы. БМО или МБО, в зависимости от точки зрения коллекционера. Эта надпись может означать как и Борис Осподарь Москва, так и Божьей милостью Осподарь. Начало фразы в легенде монеты, известная всем коллекционерам восемнашки. Однако монеты Годунова на самом деле лишь тень от чекан Ивана Грозного. Но давайте по порядку. После реформы Елены Гвинской в 1533 году, в результате которой произошла унификация всей монетной системы Объединенного Русского государства, княгиня упразднила наследие удельных княжеств, когда каждый населенный клочок земли чеканил собственную монету и ввела общие принципы оформления. На копейке изображался копейщик, на деньги сабельник, на полушках и пулах птички. Однако прежде, чтобы приучить население к новым правилам, копейки чеканились с сабельником. Это было такое специальное нововведение, чтобы приучить людей к новой системе. Но она была в другом весе. Соответственно, это копейка, известная в нумизматической среде, как сабельная или мечевая копейка Ивана Грозного. Начало правления Ивана Грозного ознаменовано появлением еще пары таких же схематически оформленных монет, но уже с копейщиком, на Псковском и Новгородских дворах. Обе они известны как под псевдонимом монета «Князь Игорь». Однако впоследствии ситуация с изображением всадника на копейках начинает меняться, и он все больше и больше начинает напоминать человека, схожего стилистически изобразительно с великим князем. Но нам о многом говорит разгром опричниками Тверского двора, когда Тверской двор изобразил на деньге Ивана Грозного в великокняжеской шапке. Форма главных уборов в системе декларативных изображений занимала едва ли не ведущее место еще с 15 века. В системе символов того времени это означало, что Тверской двор поддерживает Ивана Андреевича Старицкого, последнего удельного князя на Руси и главного соперника Ивана Грозного. Царь Грозный воспринял это как личный вызов и вместе со Тверским двором сжег и Тверь, и большую часть земель когда-то независимого княжества. После этого изображения на копейках были лишь в короне и несли все больше и сходства с самим царем. Рассмотрим это на примере копеек новгородского двора. Ради интереса набейте в гугле реконструкция внешности Ивана Грозного и вы увидите насколько его профиль изображенный на копейках того периода действительно был схож с оригиналом и как он изменялся на протяжении лет вместе с чеканом этих копеек. Особенно обратите внимание на последнюю копейку новгородского двора, который называется FAN. На ней резчик умудрился воплотить реальное сходство между прототипом и изображением на монете. Не забывайте, что ему приходилось работать с монетой размером всего лишь 15 миллиметров. А на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы в комментариях. Пока-пока!